Когда я получил книжку переселенца, я ее носил всегда с собой в внутреннем кармане. И когда становилось тоскливо, я ее доставал, смотрел и думал, вот мой билет, вот мой билет, я скоро уеду отсюда. Семьи верующих, многодетные в основном, по 8-9 детей, просто бегут, потому что дети в школе сказали, мы против вот этой гендерной политики. Поволжские немцы, которые когда-то массово уезжали в Германию, когда Германия соединилась, они теперь массово желают вернуться в Поволжье. Во-первых, они помнят свою родину российскую, во-вторых, они видят безумие на своей новой родине, природно-исторической в Германии, и они желают массово, не единично, массово покинуть этот Дойчланд и вернуться обратно под российское небо. Поволжение следует... Тихо, спокойно, решил здесь записать этот небольшой ролик. Итак, друзья, тема моего ролика... Во-первых, я хочу всех вас поздравить с Днем Великой Победы, с 9 мая. И я рад, что для нас этот праздник остается праздником. Не так, как на Западе, сейчас там 8 мая день траура. Сейчас немножко камеру пониже, наверное, сделаю. Высоковато. Да, вот так камера пониже, и будет удобнее смотреть. Итак, друзья, тема сегодняшнего видео. Сегодня, 9 мая, мне пришло очень много поздравлений с Днем Победы именно из Германии, что не может не радовать. То есть наши с вами соотечественники, которые проживают в данный момент в той же самой Германии или в других странах дальнего зарубежья, помнят этот праздник и чтут, и понимают, что такое фашизм и что значит победа над ним. Недавно одна семья с нашего телеграм-канала, проживающего в Германии, ездили в консульство, в наше консульство. И, ну, по поводу документов, там госпрограммы, хотят переезжать сюда, в Белгородскую область, и задали такой вопрос работнику консульства. Скажите, пожалуйста, много ли людей сейчас обращаются с желанием уехать в Россию? И работник консульства, это была женщина, она сказала, вы не поверите, число обращений выросло на 200%. На 200%, друзья. Об этом хотелось бы немножко поговорить. И если мы уезжали в 2011 году, ну, я уже рассказывал не раз об этом, наверное, нам просто хотелось жить в России, нам не нравилось тот стиль, тот образ жизни, тот менталитет западный, тот стиль жизни, да, западный. Именно поэтому мы переехали, то есть у нас были вот такие какие-то побуждения, то есть у нас не было там, а, меньше денег, больше денег, какой-то расчет, а, тут притесняют, там не притесняют, знаете, вот такого не было. Мы уезжали в абсолютно спокойные времена, и в то время, знаете, я уже рассказывал об этом, когда я получил книжку переселенца, я ее носил всегда с собой в внутреннем кармане. И когда становилось тоскливо, я ее доставал, смотрел и думал, вот мой билет, вот мой билет, я скоро уеду отсюда. Это было просто здорово. Даже в магазин где-то шел, я ее брал с собой, знакомых встречал, я всем показывал, но я не видел радости тоже, чтобы с нами кто-то порадовался. Но сегодня многие бы порадовались. И я не говорю, что сегодня какой-то расчет у людей или еще что-то. Просто, знаете, все-таки если я скажу, что народность такая, как российские немцы, или немцы России, которых когда-то депортировали, которые были вынуждены оставить свои дома, хозяйство, в течение там нескольких часов должны были просто все бросить, взять с собой там самое необходимое, все это оставили, были выселены в Среднюю Азию, в Сибирь. Этот народ, конечно, много перенес, и желанием старого поколения, которое практически все ушло, было уехать на историческую родину. И когда открылись эти границы, открылись возможности, то со Средней Азии уехали все немцы практически. Там сегодня, может, не знаю, сотни, я не знаю, сколько там наберется, но совсем мало. То есть уехали практически все немцы, русские немцы наши. И знаете, уезжали ведь почему? Ну, потому что очень сложная была ситуация на тот момент в Казахстане. Казахстан провозгласил свою независимость, что там греха таить. Были какие-то националистические настрои по местам, были трудные моменты в то время. Многие из-за этого уезжали. Но это было тяжелое время для всех, и для казахстанцев, и для россиян. Люди уезжали, оказались волей судьбы там, за границей. То есть люди рассуждали так, ну, все родственники уехали, да, и я поеду, и уезжали. Единицы остались, а так все уехали. Знаете, жизнь на Западе, она не такая, как вот, может быть, людям иногда кажется, что, о, приехал сразу как сыр в масле. Как сыр в масле, я такого не переживал там, чтобы там было прям такое. Ты оказался в чужой стране, тебе необходимо прижиться, нужно привыкнуть к менталитету, к языку, к тому, что все теперь идет по-другому. И все эти трудности пережили все переселенцы. Ну, наверное, не было тех, которые приехали, и просто сразу все прям прекрасно, прям такие, знаете, богатые стали, все у них есть. И, ну, да не знаю, да не в богатстве счастья вообще. Просто, наверное, сложно пересказать эту жизнь иммигранта, пока сам не проживешь ее. То есть ты приезжаешь в чужую страну и испытываешь трудности, больше, наверное, трудностей. Ну, не знаю, я так думаю, может, я не прав, может, кто-то только радости испытал. Испытываешь больше трудностей, на мой взгляд, чем каких-то радостей. Вот почему? Потому что все новое, все совсем чужое. И образ жизни, мышление, меняется полностью весь уклад жизни. То есть, на мой взгляд, как бы люди, наверное, испытывали больше трудностей. По крайней мере, я это вижу так, что приехать в чужую страну и с нуля начать, небольшая радость, я вам скажу. Вот, поэтому такой стереотип, что вот жили в Масле, а теперь хотят сюда, в Россию, когда здесь все восстановили. Такое писали тоже как-то. Но, во-первых, с России не уезжали. Уезжали с Казахстана. А сейчас переезжают в Россию. Наши русскоговорящие. И наш президент, он прекрасно это понимает. Он понимает, что ценность любой страны – это люди. Поэтому он заинтересован в этом. Поэтому он создал эту прекрасную программу переселения, над которой смеялись и критиковали ее в то время. Но эта программа работает по сегодняшний день. Улучшается, упрощается. Люди едут, переселяются, переезжают по этой программе. Поэтому сказать, что она не работает или что это плохо, я не скажу. Она работает. Я сам по программе переехал, перевез семью. Поэтому, друзья, вот эта вот цифра сегодня, что на 200% выросло число обращений. Я думаю, что на 200% не по сравнению с нашим 2011 годом, когда мы подали документы, а по сравнению, наверное, с последними годами, когда уже достаточно большим был поток. И вы знаете, когда мы раньше говорили об этом, мне писали в основном негативные комментарии, что мы ненормальные вообще. Даже из России писали, что вообще ненормальные. Бросили Германию, приехали сюда, тут бардак, беспредел и все такое. Я не уверен в том, что это вообще россияне писали, конечно. От лица россиян могут любые написать. Но дело в том, что позитива никакого не было. Наверное, поэтому я канал тогда и не начал свой. А потом, несколько лет спустя, все-таки записал следующее видео. Рассказал о том, как мы живем. Ну и как-то повеселее. Смотрю уже, народ так как-то, да, ну, неплохо, правильно сделали. Такие редкие были комментарии. Правильно сделали? О, Душ, ничего себе, смотри. Кто-то вот так вот уже понимает. Ну, на сегодняшний день, наверное, ну, вы сами видите. Я вижу просто, когда я захожу в творческую студию Ютуба, я вижу, что у меня любое видео меньше 98% лайков. То есть 98% людей, позитивно смотрящих на это, больше, меньше этого не бывает. То есть 98% это минимум. Вот так 99%, понимаете, настолько эта тема сегодня будоражит умы. И недаром об этом стали говорить уже не только такие люди, как я, скажем, там, какие-то блогеры, там. Ну, посмотрите, сколько каналов открылось сегодня из Германии в Россию и подобных. Очень много. И если раньше этот канал был один только, и мы, наверное, одни из таких старожил в этом плане, переехали сюда давно, еще в 2011 году, да, то на сегодняшний день это уже прямо большой поток, что не может не радовать. Это здорово. Если страна является маяком притяжения для людей, которым почему-то некомфортно у себя на родине, то это хорошая страна. Если у тебя воцарился садом с Гоморрой, а там свобода нравственная существует, и тебя не заставляют погибать уже сегодня вместе с детьми твоими, то будут уезжать к тебе. И вот это происходит сегодня с Россией, которая должна быть копчегом спасения. И вот мы видим американцев, уезжающих сюда. Американцев, собирающих в охапку детей своих. Это люди белые, привычные нам. Это люди образованные. Они не приезжают сюда как бомжи или попрошайки. Это люди, которые умеют работать. Некоторые на земле, некоторые с техникой, некоторые с компьютерными технологиями. И они хотят приезжать к нам и из Франции, и из Германии. Вы не поверите, поволжские немцы, которые когда-то массово уезжали в Германию, когда Германия соединилась, они теперь массово желают вернуться в Поволжье. Во-первых, они помнят свою родину российскую. Во-вторых, они видят безумие на своей новой родине, природно-исторической в Германии. И они желают массово, не единично, массово покинуть этот Дойчланд и вернуться обратно под российское небо. Прими нас как своих детей. Ты своих детей прими как своих детей. Потому что есть множество людей, исчисляемые миллионами, которые пришли в разум и желают вернуться из Прибалтики полуфашистской, из Европы полусумасшедшей, из Америки готовой уйти на дно. Они хотят уйти домой. И нужно принимать их. Это задача государственной важности. Так что вот такой запрос существует у всех тех, кто живет... Не у всех, но у большой части людей, живущих за рубежом. Они смотрят на Россию как на мать. И говорят, ну, прими нас, пожалуйста, без дополнительных сложностей. И как я уже сказал, что наш президент прекрасно понимает, и люди, которые переезжают сегодня к нам в Россию, это выше денег. Это лучше. Потому что люди пожили там, научились хорошо и ответственно работать. Заработали денег и везут их сюда, в эту страну, в Россию. Это вложение, это капитал, это обогащение страны. Люди выучились на прекрасные профессии. И с европейским каким-то стандартом, то есть уже. А они везут это все сюда. Это не может быть плохо. Это хорошо. И меня радует то, что сегодня много отзывов от наших с вами соотечественников, россиян, которые пишут, молодцы, так здорово, что возвращаются. Кто-то возвращается, да. Кто-то жил в России, из моих знакомых, наверное, больше тех, которые жили в Казахстане, очень многие хотят переехать и переезжают. И знаете, интересная тенденция, втихаря переезжают. Вот просто переезжают втихаря. А кому-то приходится убегать от ювенальной юстиции. И таких семей тоже немало. Не все хотят себя показывать. Семьи верующих, многодетные в основном, по 8-9 детей, просто бегут. Потому что дети в школе сказали, мы против вот этой гендерной политики. И мы считаем, что мужчина и женщина созданы для брака. Ни в коем случае не мужчина и мужчина, и женщина и женщина. Или еще там извращение из животных, и деревья, и все что угодно. То есть они говорят, что нет, мы понимаем, что вот так должно быть. Так создал Творец, так он установил. И вы знаете, вчера было такое у меня сообщение, что разрабатывается закон на немецком языке, как же он звучит. Ну типа привязанности матери к ребенку. Если слишком или ребенок к матери привязан, или мать к ребенку, то ребенка забирать из семьи. Что-то мне это напоминает. Что-то это попахивает третьим рейхом, друзья. В общем, об этом стали сегодня говорить уже не только блогеры, или где-то там какие-то статьи, там в газетах редкие. Это уже прям сегодня такой большой поток информации вот этой. О желающих вернуться, о тех, кто вернулся, о тех, кто переехал, ищет место и так далее. То есть много таких каналов. Я даже, ну сначала подписывался, интересно, а сейчас, знаете, за всем этим не уследишь, такой поток информации. Оно в принципе за всем этим следить и не нужно. Вон гусят пасем, водички, корму им насыпали, травку жуют, лежат, отдыхают, и все здорово. И вот это вот и есть такая, ну для нас, например, мы любим сельскую жизнь. Для нас это и есть то, что вот, чего мы хотели. Я всегда мечтал, чтобы у меня был просторный дом, 30 соток земли, сад, чтобы рядом озеро было и хороший климат. И вот на сегодняшний день у нас все это, слава Богу, есть. Все это нам дал Бог. Вчера мне прислали ролик также с одного канала, который вообще не посвящен абсолютно переселенцам. Ролик на тему возвращения домой, в котором была вот такая вот информация. Я не так давно был на круглом столе в Государственной Думе, где обсуждалась как раз вот проблема переселенцев. И оказалось, что не только бывшие наши соотечественники хотят вернуться, но также и те, кто никогда не был в России. Например, многие американцы, там было даже несколько включений, человек, который вообще никогда не был в России, но у него шестеро детей. И он хочет переехать в Россию, потому что понимает, что его детей развратят вот эти ЛГБТ программы и так далее. Вот он говорит, как мне стать гражданином России. Скажите, пожалуйста, сколько по вашим оценкам, вот, например, вы из Германии, людей готовы или хотят переехать в Россию? На самом деле, по нашим оценкам, можно сказать, что пара миллионов людей со всего мира, русскоговорящих или не говорящих по-русски, но которые себя отождествляют с Россией или русским языком, готовы сейчас переехать. То есть вы можете себе представить, сколько людей хотят сегодня в Россию переехать. И действительно, Россия становится таким ковчегом, каким-то ковчегом нормальной жизни. Здесь еще сохранилась мораль, здесь сохранилась чистота супружеских отношений. Я имею в виду, конечно, есть и разводы, есть и измены, все это есть. Но в том плане, что для россиянина это нормально, что жена у него не мужик. И для россиянки нормально, что муж у нее не женщина, а мужчина. То есть, друзья, это говорит о многом. Сегодня в Россию тянутся. Знаете, я помню такое, недавно вспомнил такое местописание из Деяния апостолов. Кто читал, знаете, там, помните, когда апостола Павла хотели наказать за проповедь, то он сказал этому римскому солдату, этому сотнику, по-моему, говорит, «Разве вам позволено бить римского гражданина без суда, не исследовав дела?» Они хотели его бичевать. И тогда римский этот сотник, он говорит, он испугался, потому что нельзя было наказывать римского гражданина. И он подошел к апостолу Павлу, того уже растянули, там, ну, жгутами растянули, и говорит ему, «Я купил это гражданство за большие деньги». То есть, видимо, судя по всему, он родился в другой стране и купил себе, купил за большие деньги это гражданство римское. А апостол Павел ему ответил, «А я и родился в нем». Вы понимаете, те, кто родились в нем, цените то, что вы имеете, гражданство России. А те, кто его приобрел, вы без этого, я думаю, будут ценить. Я не говорю о Депардье, который поступил так, как он поступил. Бог ему судья, не буду я его судить, не мое это дело. Но поступил, конечно, неприятно. То, что он сделал, ему подарили гражданство. Многие мечтали бы о таком подарке. Вот так просто, на тебе паспорт. А он как отнесся. Потому что он не стоял в ФМСах по очередям, потому что ему оно так легко досталось, он его и не оценивал. А те, кто проходит этот сложный путь получения гражданства, они потом ценят это гражданство, ценят этот паспорт. Поэтому сегодня, наверное, Россия становится такой страной, где люди готовы были бы заплатить большие деньги, чтобы купить гражданство. Кстати, такая практика есть в Германии. Когда я получал немецкое гражданство, мне нужно было заплатить 300, по-моему, евро. Да, это уже евро были. 300 евро надо было заплатить. Потому что у меня был статус иностранца. Для иностранцев это по-другому, чем для этнических немцев. Такая практика есть. Ну, вы знаете, в принципе, и не лишнее было бы, может быть, и нам такое ввести. Человек, по крайней мере, знал бы, за что заплатил. А так, подари ему, он его выкинет. Такое небольшое видео хотелось мне сегодня записать, немножко с вами поговорить. Пойду сейчас дальше, займусь делами. Гусята, ну что там, все нормально? Все хорошо? Все хорошо? С ними громко говоришь, они печать начинают, как вот гуси кричат, когда они сразу громко скажут. Пип-пип-пип. Прикольные. Друзья, мы живем на своей земле. Свой участок, сад. Сколько там, я не знаю, 25 молодых деревьев посадили. Сад еще вот плодоносящий есть. И абрикосы, и персики, нектарины, сливы, груши. Кроме этого, посадили тутовник, в Казахстане его так называли. Посадили еще сливы, еще абрикосы, черешни. Черешня есть и красная, и такая черная прям. И желтая черешня есть. Что еще мы посадили? Да много чего посадили. Вот сейчас сижу в этом садике молодом. Здорово. Поэтому, друзья мои, вот это вот надо ценить. Вот это и есть радость. Хотя кому что. Одним нравится одно, другим другое. Мы все люди разные. Мы все люди разные, да. А нам нравится вот так вот. А кто-то написал в комментарии, там, женщина одна, дети вас чуть ли не проклянут, что-то такое, за такую жизнь, за такое будущее. И я понимаю, что бесполезно что-то доказывать, если человек видит счастье, может быть, в каких-то плюшках западных. Их здесь нет. И я бы и не хотел. Если, знаете, если западный стиль жизни сюда принести, в Россию, это уже не будет Россия. Россия, она тем и прекрасна, что здесь совсем все по-другому. Но здесь не так, как на Западе. И в этом ее ценность. Таить, таить. Не были мы ни на каком таить. Нас тут неплохо кормят. Помните? Да, друзья. Ну, сегодня у нас пасмурно. Обещает потепление. Да, с завтрашнего дня теплее, теплее. Сегодня такой ветерок холодный. Где-то градусов, наверное, 13. Вот. Ну, только чисто из-за ветра я одел теплую куртку. Гусятки вроде себя чувствуют прекрасно. Щиплют травку. Все хорошо. Ладно, друзья. На этом буду заканчивать свой ролик. Всех еще раз с праздником. И если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк или дизлайк. Если оно не понравилось. Напишите свой комментарий. За или против. Как вы относитесь к этой теме. Я уже предвижу ваши вопросы. Будете, наверное, спрашивать, что с рукой. С рукой ничего страшного. Просто немножко потянул и сделал себе бандажик. Все нормально. Так что, друзья. Всем всего доброго еще раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok